Друзья, всем большой привет! Мы едем в Таборы. Это плодово-овощной рынок, который находится за городом. Мы едем... Сколько нам по времени ехать? Еще 8 минут. Еще 8 минут, да? Рынок, который вытащили с Ждановича, вынесли. Да, раньше это был так в народе у нас лебяжий, который все хорошо знают, оптовый рынок, где были сезонные овощи и фрукты по очень хорошим ценам. Теперь его перенесли и находятся в Таборах. На этом рынке мы не были ни разу. Я заказывала только по доставке продукты, они нам очень нравились. Но сейчас хотим посмотреть вживую, как там обстоятельства, какие там цены. Ну, естественно, купить себе овощи, фрукты. Посмотрим, покажу, какие цены. Я так понимаю, транспорт какой-то доставляет, потому что тут без машины как ты доберешься? Никак. Я видел какие-то автобусы, на них было написано Таборы, рынок там. А Таборы или Таборы? Почему ты говоришь Таборы, а я говорю Таборы? Спроси у подписчиков, как правильно, Таборы или Таборы? Да, нас в основном из Беларуси смотрят, как правильно, Таборы, я Таборы называю. Уже подъезжаем. Вокруг полей бескрайних, среди жито. Таборы, вот смотрите, все, да, Таборы, потому что написано... На русском Таборы, да, есть. На знаке, видите, на мове написано и написано Таборы. Может быть, Таборы, может быть, Таборы, но ни в коем случае нет Таборы, точно. Подъезжаем. Так, ну, вроде бы много стоит. Фур много, да, видим. Ну, сейчас приедем поближе и посмотрим вблизи. Машин-то много. Сколько здесь? Где? Стоят? Тут фуры в основном, что-то привезли. Сейчас глянем. Ага, да, значит, сюда. А, вон, 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 точно, да, маршрутки, автобус, стоянка сделана. Новый рынок, новые лебяжи они называются? Новые лебяжи. Решили не заморачиваться с названием. Ну, естественно, это же место было такое годами, нахоженное. Конечно, им не хотелось переименовывать полностью. Да, все-таки вот, организован транспорт, не знаю частоту, но люди добираются. И очень много частных автомобилей люди приехали на собственном транспорте. С чего начинается этот сыл к администрации? А, нет. Обмен валют сразу же на входе. О, есть, кстати, обмен валют, кому надо. Так, потом там еда какая-то есть. Можно помыть. Не, ну, здесь же, конечно, люди приезжают, которые ночевать остаются. Естественно, им надо помыть. Да. Хачапури, шашлык, блины, суп харчо с бараниной. Пожалуйста, все можно. Ой, я думала, будем купиться. Пирожки. Да. Да, да, да. Макароны, Стефани, дважды не дают. А. Не, ну, я думаю, тут точно покупать не будем. Пока что. Да. Цены, посмотри. С пакетом 2 рубля. Картофель молодой, макароны. 3,66. Котлета 2,50, 3 рубля котлета телячь из Телятины. Да. Откуда они, Игорь, приезжают? Табородская. 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 Российская. Откуда их... Так, мы куда-то не туда зашли. Тут... Сколько всего. Да. Да, да. Ну, здесь просто более организованно, более красиво. Да. Здесь, конечно, Рена, вот все, что хочешь, можно помидоры. Да. Покажем. Видите, какие люди приятные, улыбаются, молодцы. Так, это у нас здесь абрикосы. Мне надо абрикосы, я хотела. Вишня, персики, виноград какой хочешь, вкусный. Красивый. Нектарины купим. Да, купим. Тоже много всего. Сливы. Ой, какой красивый рынок, правда? Смотри, какие сливы, Игорь, ты точно их хочешь, я знаю. Сливы классные. 4,50 вот такие, а эти побольше по 5 рублей. Да. Красота. Это вот такие инжирные персики по 6 рублей. Ой, вот этот очень вкусный будет нектарин по 6 рублей. Ну, не вкусный же этот нектарин, да? Он такой сочный будет, да? Вот нам такое надо. Один возьмем? Ну, давайте нам один ящичек. Так, вот голубика по 12 рублей. И абрикосики, они по 2 рубля. Перец, виноград, по 2 рубля перец, баклажаны. А баклажаны в какую цену? Рубль. По рублю. 3,5 нектарины. Это чуть-чуть. Ой, смотришь, и все надо, и то надо, и то надо, и все красивое, да? О, смотрите, какие целые стеллажи. Ой, персики, слива, виноград. Вау, просто рай. Просто рай. А где наш папа? Где он делся? Попробуй найди, мы же тут все равно ничего сами не унесем. Так, рынок такой длинный, огромный, длинные ряды. Очень много всего. Неудобно, что машины ездят. И нужно все время так оглядываешься назад, чтобы тебя не сбили. Я не смотрю. Да, надо все время быть во внимании. И на чеку. И на чеку надо быть, чтобы машина не сбила. Я еду покупать. У них обычно есть ряды, где продают по килограммам. Надо нам найти. Ой, это значит, да, наверное. Да, немножко дороже будет, но просто нам же ящиками все не надо. Вот нектарины купили, и достаточно ящиков. Остальное лучше килограмм надо. Конечно, пропадет все. Да, вот здесь розница, поэтому очень много людей. Здесь можно купить тот объем, который нужен. 90 копеек картошки. Это 80 копеек. Что еще? Лисички. Хорошо. Ребята, можете брать сами. Папучку. Как вам пригодится? Папучок. Пожалуйста. Чесночка 4,50. Есть. Лук такой. Спаржевая. Есть, есть. Накупили вот зелени, овощи. И плюс. Вот нравится мне овощи покупать. Столько всего купила, 15 рублей всего лишь, да? Никаких. Да, да, там мы все показываем. Смотрите нас. Азербайджанских возьмем. Ну ты работаешь с парнем с Азербайджана, поэтому питаешь любовь. Не, ну они все говорят мне, что те, кто были в Азербайджане, они говорят, вспомнят с детства вкус помидоров. Да, ну знаешь, что их помидоры будет. Попробуем азербайджанские. И на онлайнере была статья, что самые лучшие были азербайджанские помидоры. По 30 рублей за килограмм. Но тут таких нет. Там пакет. Так, все наши покупки пришли мы уже. Показывай? Да, давай, хочу показать, что мы покажем. Это мы что, на 100 рублей взяли где-то или на сколько? Нет. Так, овощи мы купили на 15 рублей. Почему мы всегда делаем акцент на сценах? Да, потому что всегда спрашивают, да, сколько это стоило, по какой цене. Поэтому мы, собственно, сколько стоит. Поэтому мы, собственно, и рассказываем по ценам. Я вот могу сказать по руколе, что здесь раза в три дешевле, чем покупать в китерах. И, наверное, свежее. А рукола стоит в грине 80 грамм 3 рубля, а здесь 100 грамм рубль. Да. Выгоднее в три раза. Да, намного дешевле, поэтому и купили. Огурсы купили, помидоры. Сейчас кабачки. Картошка, естественно, куда без нее. Так, купили арбуз в ноги, несем. Мы уже однажды разбили один арбуз, теперь мы знаем. Да, здесь арбузы покупать в 69 месте, да? Да. Очень приятные продавцы. И вы не поверите, даже нам подарили веточку банана, представляете? Мы у них много чего купили, и они нам так. Ну, мы вот вам в знак уважения. Да. Ну, приятно на самом деле. Такой вот индивидуальный подход. И азербайджанские помидоры. Да, я сказала, муж работает с парнем с Азербайджана, и он хорошо разбирается с парнями даже. Поэтому и нам, женщина, пошла их отдельно. Давай я развяжу, покажу. Они такие красивенные, что мне прям честно было все равно, сколько они стоят. Но хочется красиво и вкусно, чтобы это было. Вот, смотрите, какие красавцы. Ну, правда, нереально красивые. Надеюсь, что они будут точно такие же и по вкусу. Попробуем, скажем. Так, купила еще абрикосы. Возле дома абрикосы я покупаю. Не надо на нектарин складывать. Не надо, Игорь. Игорь, куда ты мне это? Дома я покупала абрикосы по 7,5 рублей. Здесь они стоят по 4 рубля. Да. Что еще у нас там? Чеснок. Чеснок, потому что мне его не хватало все время, когда готовлю. И лук. Лук купила Крымский, потому что и Сепочка все ходила на него, смотрела. И я. Мам! Что, ма? Сейчас поедем. Сейчас поедем, ма. Он уже кричит, что типа поехали домой. Да, он уже все, поздравил. Но рынок, правда, приятный, да? Ну да. Мне тоже понравилось. Вот овощи, фрукты здорово там покупать. Пусть ездить. Кстати... Автобус знаешь, как хобби. Сейчас я, автобусом я буду ездить. Вы слышите? Он мне говорит, автобусом будешь ездить. Ну ты даешь. Что, друзья, на сегодня всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы едем на рампет. И до встречи у новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Доминик, пока-пока. Пока-пока. Покажи пока-пока. 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 Пока-пока.